Если обратите внимание, когда Ольга идет назад, она чуть-чуть в сторону больше шаг делает, чтобы дать место для моей ноги. Пятикратные чемпионы мира по бальным танцам Дмитрий Жарков и Ольга Куликова рассказывают балаковцам о тонкостях венского вальса. Свой мастер-класс они проводят в рамках проекта, который посвящен 75-летию атомной отрасли в России. Организатором праздника выступает клуб «Элитоданс» при поддержке корпорации «Росатом» и «Балаковской АЭС». Несколько групп, от самых юных до танцоров серебряного возраста, смогли получить советы от именитых спортсменов. Правое плечо, как будто вы соединяетесь с правой стопой. На кнопку нажимаете. Раз, два, три. Идете на верхнюю ножку, нажимаете левое плечо, левый стол. Раз, два, три. Вот у нас создается нужный нам наклончик. Это только кажется, что венский вальс прост. Кружись себе в такте музыки. На самом деле, исполнить его правильно под силу не каждому начинающему танцору. Поэтому секреты чемпионов мира оказались очень кстати. Как правильно танцевать в паре, держать контакт, правильное положение стоп и правильное положение корпуса. Дмитрий и Ольга проводят подобные мастер-классы по всему миру. В Балакове еще не очень популярны так называемые социальные танцы, где на паркет выходят любители совершенно разного возраста и уровня подготовки. А вот в крупных городах России, не говоря про другие страны, уже много лет приобщиться к бальным танцам могут все без исключения. Было бы желание. В Европе очень развиты вот эти вот социальные танцы, когда вечерами люди приходят на танцы потанцевать, в парах всякие там вечеринки устраиваются. То есть взрослые люди, извините, просто танцуют не только ради соревнований, а для себя, да, то есть это как проведение свободного времени в качестве досуга. И мы видим, насколько много положительных эмоций рождается в эти моменты. И нам сегодня было так приятно видеть такое количество взрослых людей, которые, да, в свое свободное время пришли выучить там какие-то шаги венского вальса, кто-то уже что-то умеет. К одной день. Да, и такая вот атмосфера была. Все настолько, ну, как-то действительно были счастливы в этот момент, находясь на паркете. Как ни странно, но самыми активными в ходе Балаковского мастер-класса оказались пенсионеры. Они засиделись в самоизоляции, поэтому встреча со знаменитыми танцорами стала для них как глоток свежего воздуха. Эта возрастная группа участников была самая многочисленная и эмоциональная. Мне очень понравились вот эти наши курсы сегодняшние. Девушка и парень так искренне нам передавали все, что они знают. Мы, наконец-то, научились, по крайней мере, главному движению в вальсе – вальсирование кругом, повороты. Значит, впервые мы участвовали пять лет назад. У нас здесь тоже был танцевальный марафон. И мы, значит, здесь тоже так, нас было здесь много, мы участвовали, тоже Росатом это все проводил. Вот. И были латинские танцы какие-то, да. Мы там ничего не успевали, мы просто подвигались и все. Сегодня был настоящий мастер-класс. Вот сегодня. Ребята, так здорово. Вот они увидели нас, что это мы, что мы, так сказать, не танцоры никак. И они так доступно и так здорово все объяснили, что сами видели, что в конце мы затанцевали даже. В этот день затанцевали все, и это неудивительно. Ольга и Дмитрий заражают своей энергией и оптимизмом каждого участника. Умеют найти подход к танцорам любого уровня. Дети не все понимают, но им очень легко сделать. А взрослые все понимают, но иногда тяжело сделать. Вот. Поэтому, ну, конечно, разный возраст, разный уровень иногда бывает, но мы, как профессионалы, свое дело, нас это не пугает. Мы знаем подход к каждому. Чаще всего, когда это совсем дети, конечно же, это приводят родители, и это начинают все, наверное, с того, что это танцы родителей. Вот. И потом только уже, когда ребенок сам начинает гореть этим делом, он, конечно, уже осознанно стремится становиться лучше, старается на тренировках, хочет побеждать. Этот праздник танца завершился автограф-сессией и общением с чемпионами мира. Благодаря поддержке «Русатома» начинающие танцоры получили возможность увидеть тех, на кого они равняются и стремятся быть похожими. Облаковцы, которым просто нравится танцевать, стали на шаг ближе к настоящим спортсменам. И, может быть, теперь смогут правильно исполнить вальс на каком-нибудь праздничном вечере, удивив своих сверстников легкостью движений. Продолжение следует...